Если мы посмотрим империю Чингисхана, она действительно была мировая империя. И если вы знаете, что она существует до сих пор. Империя, которая основала Чингисхан. Она до сих пор существует. Она никуда не исчезала. Как называется эта империя? Россия. Россия. Вот что писали о Чингисхане. 700 лет назад один человек покорил почти весь мир. Он стал хозяином покоренных им незнакомых территорий и внушил человечеству ужас на многие поколения. На протяжении всей жизни мы давали много времен. Истребитель людей, кара Божья, совершенный воин, властитель тронов и корон. Нам он больше известен под именем Чингисхан. В отличие от большинства правителей, он достоин всех этих титулов. Нам привечен в перечень великих, начиная от Александра Македонского, Юлия Цезаря и кончая Наполеоном. Однако Чингисхан как завоеватель был более масштабной фигурой, чем хорошо известный деятелем европейской исторической сцены. Несомненно, трудно дать ему оценку руководства с общепринятыми категориями. Когда он шел со своей ордой, отсчет делился масштабами широты и долготы, а не милями пройденного пути. Города на его пути часто сравнивались с землей. Реки меняли свои русла. Пустыни заполнялись беженцами и умирающими. А там, где прошла орда, волки и вороны оставались единственными живыми существами в некогда населенных землях. Такая кровавая расправа над людьми приводит в замешательство современной умы. Даже искушенные представлениями времен Второй мировой войны Чингисхан, предводитель кочевников, появившийся неожиданно, вступал в войну с цивилизованным миром и вышел победителем. Никогда еще восклицает летописец, ислам не оказывался в такой ситуации между двух огней. Нашествием назаритян и монголов. Вы помните, что воины Чингисхана как раз совпали с крестовыми походами, да? Это второй и третий крестовый поход. И, кстати, монголы даже завладели Иерусалином. Помните? Монголы два года владели Иерусалимом. Можете себе представить империю, просерявшуюся от Японии, я вам просто хочу показать, которая занимала всю Сибирь, территорию Средней Азии, Казахстана, территорию Восточной Европы, Польши и до середины Австрии. Это северо-запад, да? И на юг, которая доходила до Иерусалима, включала в себя Персию, часть Ирака, а также Индию, примерно вот до середины, вот индийский полуостров, да? Северную Индию. И помните, там империя Моголов, тоже потомков, правителей монголов, просуществовала до XVIII века и была разрушена уже колонизаторами-англичанами. Представляете себе громадную империю? Еще плюс Китай, еще северный Таиланд, Лаос и северный Вьетнам. Японию, правда, не успели завоевать. Было два похода на Японию, и второй поход был с тем знаменит, что японцы призывали, помните, божественный ветер. Как он назывался? Камикадзе. Который разогнал весь монгольский флот. Можете себе представить такую империю? Никогда за всю историю человечества такой великой империи не было. Сейчас самая большая империя какая? Россия. Вы понимаете, мы не будем говорить о демократическом, недемократическом правлении. Есть империи под демократическим правлением, так называемым. Есть империи монархического типа, есть империи республики. Рим, когда был республикой, он все равно был империей. Потому что какое стремление империи? Безмерный рост, безмерное расширение. Порабощение всех, кого можно поработить, да? Стремление остаться единственным государством. Полная унификация всех религий, культур, языков. Подходит Россия под это? Советский Союз и Россия практически это все та же самая империя, которая возникла в результате союза одного человека. Александра какого? Невского, не македонского. Александра Невского, да? И фактически с этого момента, до этого, Русь, она развивалась по западному пути. После этого Русь стала развиваться по восточному пути. И Россия, в конечном счете, стала империей. И вот ислам оказывался между двух огней. Удивительно, что к христианству очень терпиво относился и Чингисан, и его последователи. Но они истребляли ислам. Там, где они проходили через мусульманские страны, не оставалось никого. А это было необъяснимо. Такая генетическая ненависть. Весь христианский мир пребывал в оцепенении от ужаса. Еще целое поколение после смерти Чинни Исхана, после того, как свирепые монгольские всадники промчались по Западной Европе, правители Польши и Венгрии, Болеслав и Белла, бежали с поля брани, оселевский герцог Генрих и его тевтонские рыцари пали пронзенные монгольские сретовые улигницы, разделив судьбу русского великого князя Юрия. А прекрасная королева Кастильская Бланш скорбно вопрошала у Людовика Святого «Мой сын, где же ты?» Более хладнокровный германский король Фриды II писал Генриху Третьему Английскому, что татарское нашествие должно быть ничто иное, как наказание Божие, не спосланное на христианский мир за его грехи. А сами татары – это потомки десяти исчезнущих племен Израиля. Во, как расценивали! Интересно, что татары, оказывается, это потомки десяти исчезнущих племен Израиля. Вы сами понимаете, что титул монгола – татары, но это вот, если мы живем в Одессе, это, как получается, немецко-румынские завоеватели. Потому что монголы и татары – это представители одной языковой семьи, но разных языковых групп – тюркской и монгольской. То есть, ну, как вот, допустим, романская, да? Если взять в Молдавии и Румынии, или и германская, да? Вот так примерно можно читать. Итак, видите, интересно, что потомки десяти исчезнущих племен Израиля поклонявшихся золотому тельцу за свое идолопоклонство заброшенных в азиатские пустыни. Вот так расценивали современники татарское нашествие. Знаменитый Роджер Бекон, такой был философ, высказывал мнение, что монголы были солдатами антихриста, которые пришли собрать последний ужасный урожай. Эта вера была подкреплена любопытными пророчествами Иеремии о том, что в день пришествия антихриста тюркская раса появится из страны Гога и Магога. Из гор Азии раса грязная и немытая, неупотребляющая вина, соли и хлеба и принесет несчастье чему веру. Помните, мы говорили, что монголы и татары ведут свой род от потомка Магога. Поэтому параллель с антихристом очень сильная, сильнейшая параллель с антихристом. Вот поэтому я вам столько времени говорю только об одном этом человеке. Папа созвал совет города Леона для того, чтобы изыскать способы сдерживания нашествия монголов. И отважный и уважаемый Джарвани Дель Плана Карпини, монах неисчинствующего ордена, был направлен к монголам в качестве уполномоченного папского престола, поскольку мы в ужасе от близкой не минуя опасности в их лице для церкви Господней. Церкви были отслужены молебны во избежание монгольской чумы. Но не только разрушения, но и созидания. В отношении пауховодческих способностей Наполеон считался самый выдающийся из европейцев. Но он оставил на произвол судьбу своей армии в Египте, бросил остатки еще одной своей армии в снегах России. Он потерпел поражение при Ватерлоо. Его империя распалась у него на глазах. Его свод законов был разорван, его сын лишен наследства еще при жизни императора. И вся превозносимая история его дел отдает театрам, а сам Наполеон напоминает актеру. Даже Александр Македонский ввел в поход свои фаланги навстречу восходящему солнцу, но умер в закате славы, одержанный пагет и не создал государство. А Чингисхан настолько закрепил свое место властители земли от Армении до Кореи, от Тибета до Волги, что его сын вступил в права наследства не вызову протеста, а власть его внука Хубилай Хана все еще распространялась на пол мира. Эта империя, созданная как по волшебству рукой варвара, мистифицировала историков. Самая последняя общая история его эпохи, составленная учеными-историками Англии, признает тот факт, что этот факт представляется необъяснимым. Компетентные ученые не применяют выразиться в зловещие личности Чингисхана, которую, конечно, в счете мы могли бы объяснить не больше, чем гениальность Шипира. Так пишет Дэм Гарольд. Исследователи эпохи Чингисхана. Можете себе представить все величие, страх и ужас такой личности. Я еще раз говорю, что на основании его так сказать правил существует до сих пор Великая Российская империя. Этнос другой. Но мы видим, что даже и территория та же. Россия это сейчас, несмотря даже на то, что Советский Союз остается одной из самых большой по территории, а по населению уступающей только Китаю страной мира. И Чингисхан, вы помните, пришел к власти, ему было только 25 лет, когда его объявили правителем всех монголов. Это было на Куралтае. И пришел пророк местного масштаба, пророк, шаман, не знаю, как мы скажем, он возлил Еле ему на голову и объявил, отныне ты не будешь называться тимучином, отныне тебе имя Чингис-А-Хан, тот самый хан. Само имя Чингис-Хан, это, я вот даже этот фильм посмотрел, не знал, что это троица монгольская, да, верховный бог, и у него как бы три соправителя, которые правят на небе и на земле. И титул одного из них Чингис-Хан. В результате монголы просто пришли в бешенство многие, что его объявили не просто сыном Божьим, а к чем? Богом. Его объявили Богом. И он это не отрицал. Создалась очень сильная оппозиция, в том числе его брат, вернее, не брат, а поопротив, да, Симуха, Симуха. И сражение произошло в том месте, где в последующем через много лет Халкингол. Знаменитое сражение. Вот я говорю, что крупные сражения, крупные трагедии, они происходят почему-то в одном и том же месте. Как это объяснить, да, трудно. Но может быть действительно дух, живущий в этой местности. Сколько пролил крови Чингис-Хан, никто не посчитал, да. Но целые страны оставались после него в пустыне. Мы можем говорить примерно о том, сколько уничтожил людей Гитлер, да, мы можем говорить о том, сколько уничтожил людей Сталин, но для того мира и для населения этого мира, да, наверное, жертв было не меньше. И что интересно, что, вы знаете, Чингис-Хан боролся за мир во всем мире. От этой его огромной империи, от Волкина до Байкала могла невинная девушка пройти не с пешком, как я даже сказал, а с блюдом, на блюде золота лежать, пешком по всей империи, и ее никто бы не мог тронуть, ни это золото, ни ее действия. Знаете, почему? Так все боялись, да? Страх, порядок. Чем-то это вам похоже империи Сталина, да? Ведь просто некому уже оставалось, никто не мог разбойничать, да? Все боялись. И в то же время у него были удивительные и такие политические и даже религиозные взгляды. Иоса, Иоса, а видите, что такое Иоса? Аса. Делай по-еврейски, да? Иоса, вот закон Иосифа, и первый закон Иосифа постановляется, что все должны верить в единого Бога, Создателя неба и земли, единственного дарующего богатства или облекающего на нищету, дарующего жизнь и облекающего на смерть, согласно высшей воле того, чья власть на всем сущим абсолютно. Это, кстати, кредо ранних нестарианцев. Помните, мы говорили, кто такие нестарианцы, да? Сирийская, Сирийская Восточная Церковь, там были очень сильные еврейские евреи, потому что если на Западе евреи были отлучены от христианства, здесь евреи были христианами. И возник примерно седьмого века шестого седьмого века нашей эры, отсюда видно? Великий Шелковый Путь, да? И монополию в этом Великом Шелковом Путе кто заняли? Евреи. Во время Чингисхана была удивительная реформа проведена. Во всем этом огромном государстве впервые в мире были введены бумажные деньги. Бумажные деньги вначале появились китайской империи, да? Но если Чингисхан приказал, если кто-то отказывался принимать бумажные деньги, ему что делали? Рубили голову. Откуда появились бумажные деньги? Это первоначально были долговые расписки, да? Потому что евреи, когда переходили с одного места в другое, они не несли с собой мешок золота. Они несли, как говорят теперь, кредитную карточку, да? И по ней получали деньги в любом еврейском банке. А еврейские банки были на протяжении этого пути в любом из городов, да? И на деньгах Чингисхана и ул жаши или удел Иисуса, который мы называем государство Золотой Ордой, из которого позднее возникла российская империя, просто взял власть у этого в Лусиджуши другой этнос, да? Российский этнос. Все законы и правила оставались примерно те же самые. И евреи на этих деньгах и также на монетах печатали минора, еврейские буквы, Адама Ген Давида тогда еще не было, это в западной евреи больше, вот, и были даже такие деньги, где были написаны еврейские имена, еврейских банкиров. Ну, вы знаете, что на денег, если вы смотрите, 50 рублей, 100 рублей, ну, сейчас это ставится печатье, да, но на деньгах раньше подписывался, да, директор этого банка, что означало, что это обеспечивало покупательную способность. и сборщики налогов тоже были евреи, да, и подписи были по-еврейски, сборщики налогов тоже были евреи. Чингисхан ввел 10% налог, не больше. В чем была проблема русских князей? Русские князья почему ненавидели Батыя, там его поскакал, то есть сборщики налогов, потому что русские князья хотели собирать налогы, ну, немножечко отдать вонголу, остальное оставить себе. А там было точно было введено налоговая инспекция. И где находился центр этой налоговой инспекции? Вулус-Джиши да, Мас-Кав. Мы говорили, что Мас-Кав, да? Ну, вы говорите, Мас-Налог-Кав со средозащищения. И называется налоговая инспекция. Вот такова роль евреев в Золотой Орде, можете себе представить. Хорошо. И какие же были народы? Вот некоторые думают, что монголы, каким же был народом монголы? Что монголы были мрачными какими-то. Зарежу. Сейчас зарежу. С них зарежу. Ух, как я стану резать. Сколько душ я зарежу. Пана Карпини, о котором мы уже говорили, он пишет так. Значит, они редко спорятся и скандалят. А нанесение друг другу ранений, а тем более убийств друг другу у них почти не бывает. Ни в девуш не встретишь у них воров и грабителей, потому что они никогда не запирают свои дома и кибитки, где лежат их вещи и драгоценности. Нашедшие домашнее животное не забирают его себя, а как правило отгоняют десятнику, ведающего такими прокважами. Вообще они друг с другом, они учтивы и при всей скудности провианта охотно им делятся. Они очень терпеливо переносят лишения, даже если приходится голодать день-другой и все равно будут петь и веселиться. Вот такие харизматы были монголы. Да. В походах они не жалость переносят холод и жару, они никогда не ссорятся, хотя часто напиваются и не бранятся, будучи под мухой, что вызвало очень большое удивление у путешественника привившего Европы. Чингисхан был нетерпим к воровству и прелюбодеянию. По сути дела, те законы, по которым жили монголы, за исключением употребления пищи крови, это были законы Торы. Как ни странно. Понимаете, это установление царства Божьего на земле без Божьих принципов. Это установление абсолютной справедливости. Но без чего? Без милосердия. Без любви. Без любви. Значит, воры и прелюбодейцы должны были наказаться смертной казнью. Вызывало осуждение неповиновения детей родителям, младших братьев, старшим, стремлением мужа поминоваться жене и нежелание жены подчиняться мужу. Оказывается, даже стремление мужа повиноваться жене наказывалось монголове. А также нежелание жены подчиняться мужу. А также нежелание богатого оказать помощь бедному и ниже стоящего по положению оказать уважение вышестоящему. что говорил Чингисхан о пьянстве? Очень интересно. Вы знаете, что у монголов, к сожалению, и это передалось русским, это конкретно передалось от монголов, у них нет устойчивости к алкоголю. И в результате очень быстро вспевается. Вот народы Сибири, вы знаете, даже как индейцы быстро очень вспевались. Они не имеют абсолютной устойчивости к алкоголю. И это они передали. Кстати, у монголов, у Чингисхана генетически сейчас доказано 18 миллионов потомков, ныне проживающих и здравствующих. Можете себе представить, у него было много жен. Вот сколько у него сейчас потомков. И вот что говорит Чингисхан по этому поводу. Пьяный, подобен получившему удар по голове. его здравый смысл и мастерство полностью изменяет ему. Напиваться можно не чаще трех раз в месяц. А лучше бы не напиваться вообще. Но кто может полностью воздержаться от этого? Это то, что Чингисхан говорил о выпеке. Кстати, его сын Угедей, который унаследовал ему, потому что Саша сын погиб, а потом после смерти был, Угедей прожил недолго, всего лишь 50 лет. Сам Чингисхан где-то 65 лет прожил. С 25-летнего возраста до 40-летнего он наводил порядки в Монголии, потом завоевал Китай, и затем двинулся на Среднюю Азию. И в возрасте 65 лет примерно он умер. Сын его умер где-то в возрасте 50 лет от алкоголизма. натуральный спившийся алкоголик был Угедей Хан. Одной из слабостей Монголы была бы язвь грозы. И поэтому они часто бросались в озера и реки, чтобы уберечься от гнева небес. Вы знаете, когда на равнине, это особенно опасно, гроза, любое возвышение, и бьет туда молния. Поэтому они залезали по горлу в воде. И Сингисхан боролся против этого. Он запрещал им залазить в воду, после этого возникла такая у них галаха, запрещающая вообще мыться. Но сами понимаете, это ограда. Вот. Ну, Сингисхан был христианином, он номинальным, конечно, христианином был, вы сами понимаете. У него была куча гадателей, ламы там были, колдуны, шаманы. Вот. И с различных служителей разного культа. И Чингисхан перед битвой часто требовал, чтобы астрологи делали предсказания. В то же время шпионом, садомитом, лжесвидетелем и черным магом была уготована смертная казнь. В 1267 году митрополит Кирилл II совершил путешествие в Золотую Орду к хану Мингу и получил грамоту, в которой было написано «Кто будет хулить веру русских и ругаться над ней, тот ничем не извинителен, а умрет злою смертью». То есть с одной стороны монголы уничтожали и преследовали ислам, и в то же время они очень хорошо относились к православию. Уже позднее, когда татарский хан один из уже более поздних Золотой Орды принял ислам, знаете, что случилось? Значит, в 1365 году он запретил русским пить вино и водку, потому что на территории Золотой Орды был введен Сухой Закон. И ровно через 15 лет, как мы знаем, в 1382 году произошло знаменитое Куликовское сражение. Вот так. Лучше бы Сухой Закон не выводили, правда? Да, но Учингисан заставлял пить кровь. Разрешается пить кровь и есть внутренности животных, хотя раньше это делать запрещалось. Его и все сказано. То есть видимо они придерживались какого библейского кашрута, да? Но для того, чтобы выработать особую жестокость им заставляли пить кровь. Вы знаете, что человек ест, да, и у него характер от этого зависит. Вот казахи очень мирный народ, потому что они потребляют преимущественно молочную пищу. Татары, я опять-таки не против какого-либо народа, я сам татарин, они злые и злопамятные, потому что едет сырое мясо. Знаете, татарские это тут рубленное сырое мясо. Вот так вот тоже, я тоже очень по природе своей злой, злопамятный, что значит злой и память у меня хорошая. Так что вы должны знать, как вы будете сдавать еще тест. Вот. Интересно, что царь Армянский говорил о монголах, что монголы это лучшие из всех когда-либо существовавших друзей армян. Удивительно, да? Знаете, армян часто преследовали. Да, и армяне тоже были христиане. Да. В 1248 году два монгольских посла прибыли из Монгольской Великой Империи и вели переговоры с Людовиком IX. Они сообщили, что великий хан Гуюк, считавший себя по материнской линии внуком самого пресвитера Иоанна, принял крещение и заставил креститься 18 монгольских принцесс. Вот такие вещи. Ну, вы знаете, что Русь была завоевана, первый удар был еще подкалкой, помните, подкалкой, когда куманский хан Катян, он бежал на запад и был окружен возле Калки, и русские войска вместе с ним были окружены и разбиты. Но случилось так, что в это время Угедей умер от алкоголизма, да? И вот эти войска вернулись назад. Руководил этой операцией Субадай, Субедей, Шабатай. И потом внук уже Бату завоевал Русь. Итак, какой же мы можем иметь? А вот еще интересно, что в качестве защитника христиан Азии Хубилай, это тоже внук Чингисхана, Хубилай хан, послал Багдад двух нестарианских монахов. Тюрка китайского происхождения. Как же звали этих китайцев? Одного звали Марк, а другой был Арабан Саума. Но Арабан это мы знаем титул, да, Великий Раби. Вот такие два китайца. Марк добился влияния при дворе Ильхану и стал патриархом Ябалахой Третьим. Арабан Саума отправился с миссией в Европу, посетил Рим, Гену и Флоренцию, встречался с Филиппом Красивым, королем Франции, и Эдуардом Первым, королем Англии. Помните, я вам говорил, что монголы завоевали одно время даже Иерусалим, да, были у крестоносцев вопросы, как им поделить с монголами Иерусалим. Но позднее пришли египетские, египетские султаны, были мамилюки такие, да, и вот был такой султан Бейбарс, кстати, казах по происхождению, и вернувшийся после того, как он выполнил свою миссию, которую, как он считал, освобождение Иерусалима от крестоносцев, он вернулся обратно, отказался от трона и вернулся в Казахстан. Кстати, знаете, как звали полководца, которого он направил на освобождение Иерусалима? Кутуз. Интересно, наш Кутузов от него происходит? А вы, кстати, знаете, что вот этот наш знаменитый князь Потемкин Таврический, он, оказывается, тоже хотел Иерусалим освобождать, для евреев причем. Когда Россия добилась определенных успехов в борьбе с Турцией, а Иерусалим, как вы знаете, во ряда Потемкина и Екатерины Второй принадлежал Турции, он объявил, что будет освобождать Иерусалим. И был даже создан специальный полк, который набирали одних евреев для освобождения Иерусалима. То есть вот такие удивительные странные исчаяния и вот так это посходило казалось бы в разные народы в разные времена. Какой же итог деятельности Чизгизхана? Итог деятельности Чизгизхана не только в том, что было уничтожено много людей, вот, но мир под властью монголов, так же как властью мирских императоров, дал возможность цивилизации сделать скачок на новую высоту. Происходило перемещение народов. Были созданы те народы, которые сейчас существуют и поныне. Из руин погрязших в междоусобицах русских княжеств возникла империя Ивана Великого, впервые объединившая под своей властью, всю Русь. Иван Великий или Иван Третий Первый сказал Москва Третий Рим и Четвертого Рима не быть. И так возникла Российская империя. Иван Четвертый был или Иван Грозный его внук. Его внук. И можете отметить может это на тесте будет самым важным результатом всей этой событий был подрыв растущей мощи Ислама. И так сыграл Четвертый какую-то свою роль в Божьем плане? Сыграл. Сыграл. Вы понимаете, в чем удивительно? Даже антихристы даже антихристы оказывается они тоже запланированы Богом. И даже в результате их деятельности будет нечто положительное. А скажите, в чем вот даже будет последний антихрист? Будет что-то положительное в этом? Да. Потому что плевела будут отделены. Да? Сказано не занимайтесь сейчас прошелкой выдергивать сорняки. Будет отделены. Придет последнее время и Бог всю шелуху отвеет и сожжет. А ценно зерно останется. И вот даже антихрист будет тем человеком, который будет участвовать в этом отвеянии шелухи от чистого зерна. Во всем отрицательном можно видеть и положительное. Вот мы боимся прихода антихриста. Вы знаете, что оно обязательно будет? Мы стараемся оттянуть время прихода антихриста. Но чем быстрее придет антихрист, тем быстрее придет Исшиво Мессия. Парадоксы. Парадоксы. Удивительные парадоксы. Или одновременно в Европе возникли два антихриста. Иосиф Сталин и Адольф, кстати, Атила, и Адольф, как мы видим, одного корня. Даже вот тоже можете параллель представить себе. Адольф Гитлер. Почему же Бог не уничтожил одного из них? Каждый из них мог умереть. Чингисхана много раз убивали. Просто чудесным видом выживал. Гитлера. В возрасте 12 лет он тонул. Его вытащил, провалился под лед, его вытащил еврей. Кстати, удивительно, да. И потом этот еврей получил награду. Он попал в концлагерь и газовую печь. Конечно, все вместе с другими евреями. Во время Мюнхенского путча Гитлер шел на демонстрации. Кстати, я не знаю, что там сейчас делается в Кишиневе. Надо будет узнать, да? Я не знаю, что будет во время Кишиневского путча. Но во время Мюнхенского путча Гитлер шел на демонстрации и по демонстрации кастреяли из пулеметов. Тот, кто был справа от Гитлера, был убит, слева был ранен. Гитлер абсолютно был в целости и сохранности. Почему? Как происходит? Зачем Бог уберяет? На Гитлера было 11 покушений. Помните, самое посядне известное покушение? Когда были ранены или убиты все, стоящие с Гитлером. Но стол во время взрыва столешница его укрыла. Зачем? Для чего это было нужно? Вы верите, что ничего не происходит без Божьей воли. Да? Поэтому и Антихрист он тоже конечно приходит по Божьей воле. Но горе тому конечно кто ему помогает и кто с ним. Тюрки были оттеснены на запад. Один из тюркских родов османов или атаманов стал со временем властвовать в Константинополе. И был сломан барьер средних веков. Европа вышла познакомившись с искусством Китая началась эпоха возрождения. И еще вы знаете, что если бы не Чингисхан и если бы не прекратились в результате вот этих всех пертурбаций пути в Индию, то как вы думаете, что Америку бы открыли значительно позже, да? Помните, куда плыл Колумб? В Индию и Китай. И у него даже было письмо к пресвитеру Иоанну, хотя это было через 200 лет после тех событий. Но почему-то думали, что наверное пресвитер Иоанна или может его преемник там жив. Живет. Ну а то, что если бы знал Колумб заранее, что откроет новый свет, заявил бы на собрании, что в открытиях смысла нет. Правда? И Колумб открыл, как мы знаем, штат Колумбия, который расположен в Шитхно. Но это шутка, да? Не было бы совершенно по-другому. Пошла бы история человечества. Хорошо. Следующий. Следующий человек. Мы его знаем. Наполеон. Настоящее его имя Наполеоне Ди Буонапарт. Родился в 1769 году, умер в 1821 году. Родился в 1769 году и умер в 1821 году. Конечно, мы видим, что эта личность была менее масштабна в мировом смысле, но в смысле Европы, да, было очень серьезно. И тоже пролил много крови, и тоже великие амбиции, и что самое интересное, это человек, который конкретно себя объявил мессией. Так. Итак, родился 15 августа 1769 года в Корсиканском городе Аячи в семье мелкопоместного дворянина, Карла Мария Бонапарте. Это не Карл и Мария, а это один человек, мужчина. Почему Мария, не знаю. Карла Мария Бонапарте и Летиция Ромолина. Да. Это произошло спустя три месяца после завоевания Корсики французами. Его отец мать партизан или мать будучи беременной уже там на восьмом или на девятом месяце скакала на лошади и вот как вам показывают кадры голливудские прыгала на лошади со скалы. Вот. Как раз Наполеон был в ее чреве в это время. Выкидыша не произошло. Но наверное Наполеона хорошо тряхнуло. Судя по его последующим вещам. Вообще мама у него была крутая женщина. И вот у него была куча старших братьев и две сестры и Наполеон должен был и как-то снабжать. В 1784 году он поступил в Парижскую военную школу и сбрал специальность артиллерии. В связи со смертью отца юноша сдав заочный экзамен за весь курс получил чин младшего лейтенанта. Кто еще сдал экзамен заочный за весь курс экстерном? Откуда и прошло заочное образование Ленин? И он стал военным. На это время как раз началась французская революция. В 1791 году ему присвоили чин лейтенанта. А затем во время конфликта с корсиканскими сепаратистами он должен был его семья бежала из корсика во Францию. Мать с младшими детьми опосновалась в Марселе. А сам Наполеон получил назначение в Ниццу командиром батареи. Хорошее назначение в Ниццу. Я бы тоже неплохо. Там бы послужил бы, правда? Значит, затем 24 года он уже стал бригадным генералом и начальником артиллерии Альпийской армии. После переворота 9 термидора и 27 июня 1794 года его за связи с якобинцами уволили из армии и арестовали. Но вернувшись домой он был оправдан и ему помог Барас. Барас потом стал один из директорий помните? И он так сказать протянул Наполеона за собой. И в 1795 году генерал Бонапарт появился в доме Терезии Тольен. Это был довольно такой парижский политический салон известный. И познакомился с 32-летней Марией Жозефиной которая стала женой. она была вдова генерала казненного якобинцами. В 1796 году он женился на Жозефине она была на 6 лет старше Бонапарта но в свидетельстве о браке были неправильно указаны годы рождения жених прибавил себе 2 года а невеста убавила 4 года и в результате они как бы оказались одного возраста. затем была австрийская компания и Наполеон стал известен Наполеон стал известен как мы видели сначала была директория а затем Наполеон вместе со своим зятем они решили устроить переворот Мюрат фамилия его знаете было Мюрат что они в конечном счете и сделали они окружили здание парламента и по приказу свыше все депутаты должны были проголосовать за новую империю империю Наполеона Наполеон еще известен кроме того что своими так сказать боевыми качествами как очень хороший экзекутор он был известен карательной экспедиции собственно его карьера в Париже началась с того что он подавил восстание и расстреливал народ но наибольшую известность он приобрел в Лионе леонские ткачи знаете они не признавали директорию и тогда туда двинулся Наполеон знаете что он сделал он приказал жителям Лиона копать рвы якобы оборонительные и когда рвы были выкопаны всех этих рабочих согнали построили и тогда пулеметов не было расстреляли картечью 20 тысяч человек это точно то же самое что делали после гитлеровцы правда вспомните Киев Бабий Яр и так далее хорошо ну так далее и так далее